Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. Смотрите сегодня выпуски. При подаче через портал пятитысячной цены паспорта будет оплата нынешней стоимости 3500. Загранпаспорта по новым ценам. Сводка криминальной обстановки в городе. За нарушение правил привозки детей Кодекс самооблесновательных повышений предусмотрена ответственность по части 3 статьи 12.23. Посадил ребёнка в машину, сбавь скорость. Отдыхать можно по-разному. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. В Управлении МВД России по Смоленской области состоялся брифинг об особенностях оформления заграничных паспортов. С журналистами встретился временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции Сергей Шестаков. Подробности далее. Прошедший июль оказался очень горячим для подразделения. С 3 августа повышаются госпошлины за оформление загранпаспорта нового образца. Она составит 5000 рублей для взрослых и 2500 для детей в возрасте до 14 лет. Сергей Шестаков связал июльский ажиотаж с желанием граждан получить новый паспорт до повышения госпошлины. Он также напомнил, что при обращении за получением загранпаспорта через портал государственных и муниципальных услуг действует скидка 30%. При подаче через портал 5000 цены паспорта будет оплата нынешней стоимости 3500. Миграционный пункт Десногорска занимается выдачей загранпаспортов нового образца с 2008 года. За это время многие десногорцы уже успели не только получить, но и поменять свои паспорта. В июле работникам миграционной службы пришлось обработать более 300 обращений. Прием документов и выдача паспортов осуществляется согласно графику, кроме среды и воскресенья. Записаться на прием можно через портал госуслуг и по телефону на определенное время. У нас оформляют паспорта не только жители Десногорска, но еще и приезжают даже из других регионов, не говоря о том, что, допустим, из Росовля очень удобно гражданам приезжать. К нам все-таки ближе, ближе, чем Смоленск. И такие прилегающие территории, скажем, Шумячий, Ершичи, это все к нам. Так что мы всех будем рады видеть. Оформим паспорта, оформляем паспорта мы, естественно, в срок, как это положено в течение месяца. У нас даже это получается иногда быстрее. За шесть месяцев текущего года в Смоленской области было выдано более 15 тысяч загранпаспортов. Из них более 7 тысяч нового образца. Также стоит отметить, что в настоящее время граждане могут иметь два заграничных паспорта с разными сроками действия. При этом один из них обязательно должен быть на 10 лет. Загранпаспорт нового образца или биометрический надежнее защищен от подделки. Фотовладельца в нем нанесено с помощью уникальной лазерной гравировки. Помимо этого, идентификация личности производится и по другим признакам. Специальный чип, вставленный в паспорт, содержит цветное фото владельца, сделанное в специальном кабинете в подразделении управления по вопросам миграции, информацию об отпечатках пальцев и такой параметр, как расстояние между зрачками. В отличие от паспорта старого образца, подделать новый практически невозможно. Надо сказать, что госпошлины на оформление паспорта старого образца не изменились. А какой именно загранпаспорт оформить, решают сами граждане. Хотели легких денег, а получили заключение. В Росховском районе полицейские раскрыли кражу дорогостоящего автомобиля. Машина пропала ночью с базы отдыха, где ее оставил хозяин. Сотрудники полиции после комплекса оперативных мероприятий узнали, что грабителем оказался ранее судимый житель Росховля. Он заметил на столе в одной из беседок ключи от машины и вместе с приятелями решил на время завладеть автомобилем, а позднее вернуть его за вознаграждение. Машина все это время была припаркована в лесу в 30 километрах от базы отдыха. Возбуждено уголовное дело, ему грозит срок до 10 лет. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю нам расскажет подполковник полиции Сергей Чулков. В период времени с 23 по 29 июля 2018 года в отдел Министерства внутренних дел по городу Тесногорску поступило 118 сообщений, из которых 7 преступлений. Раскрыто 5 преступлений, не раскрыто осталось 2 преступления. Телесных повреждений 13, ДТП с техническими повреждениями 6. Раскрыто ранее совершенное преступление. Выявлено 119 административных протоколов, в том числе за нарушение правил дорожного движения 95. Прочие. Переход в неустановленном месте 14. Преступление террористической направленности не допущено, а также не выявлено. Трагически завершились поиски пропавшего 46-летнего рыбака в Росровском районе. Александр Сопронов ушел из дома 28 июля. Тело мужчины обнаружили 1 августа в Десногорском водохранилище. На теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту проводится проверка. В период с 25 по 30 июля в Десногорске сотрудники ГИБДД провели мероприятие, направленное на профилактику и снижение тяжести последствий ДТП с участием детей. Полицейскими было остановлено и проверено более 200 автомобилей. С водителями проводились беседы о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Сотрудники ГИБДД делали акцент на то, что безопасность пассажиров, особенно детей, стоит на первом месте. За время проведения акции выявлено 8 нарушений правил перевозки детей. Водители привлечены к административной ответственности. Также выявлено 30 нарушений по превышению установленной скорости. Начальник отдела ГИБДД по Десногорску Андрей Ваулин рассказал, какой штраф ждет водителей, нарушающих правила перевозки детей. За нарушение правил перевозки детей Кодексом об деснорительных нарушениях предусмотрена ответственность под частью 3 статьи 12.23 с вынесением административного штрафа в сумме 3000 рублей. Уважаемые водители, госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей возраста до 11 лет осуществляется при помощи детских удерживающих устройств. В Смоленской области зарегистрированы 13 случаев коклюша. О распространении заболевания на территории региона сообщили в управлении Роспотребнадзора. Коклюш – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и характеризующееся длительным течением и сильным приступообразным кашлем. Взрослые дети в России все чаще болеют коклюшем. В последние годы повысилась заболеваемость среди подростков. Врачи объясняют это общим снижением иммунитета, нарушениями правил вакцинации детей, а также с увеличением количества случаев отказа родителей от прививок. Августовские дни балуют нас хорошей погодой. Практически половина десногорцев проводит все свободное время на побережье водохранилища. Съемочная группа побывала на диком пляже, и мы расскажем вам, как отдыхают жители нашего города. Десногорское водохранилище круглый год привлекает к себе не только жителей нашего города, но и гостей со всех близлежащих регионов. В теплое летнее время водоем становится местом паломничества любителей поплавать и позагорать. А для детей здесь просто раздолье. Мне нравится, что тут теплая вода. Тут не нужно заходить постоянно, тысячу лет стоять. Можно сразу нырнуть, и будет тепло. Мы все помним, каким становилось побережье во время летнего выходного дня. Груды мусора, разбитые подъездные дороги, стоянки машин прямо около воды. Сейчас подъезды к воде перегородили, и спуск на берег стал недоступен. У всех отдыхающих к этому неоднозначное отношение. Одни считают, что ограничение создает неудобство для отдыха, другие отмечают, что стало заметнее чище. Ну, мусор я везу, люди так не оставляют, вроде убирают. Особо так мусора не видно. Судя по тому, что ни мусора, ничего нету, ну, как бы нормально. Ну, так вот, даже не банок, ничего же нету. Мы за собой, кстати, тоже все уберем. Гораздо чище. Машин нет. И тем не менее, отсутствие автомобилей на побережье сделало отдых более комфортным, уютным и тихим. Люди отдыхают большими компаниями, целыми семьями с детьми. Отсутствие большого количества мусора можно объяснить тем, что в руках меньше привезешь угощений, чем в багажнике машины. Похвально, когда отдыхающие знают, как нужно вести себя на отдыхе. Сами за собой это самое, убрали в пакетике. Вот мусорка находится, взяли, выкинули, вынесли, все, весь мусор, все. Это, я понимаю, что так должно и быть. Тогда непонятно, откуда берутся такие кучи пищевых отходов, тары и мусора. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadi.fistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова